Культ поход 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 их ответит, тот и получит приз. То есть здесь тоже очень много заинтересованных в этом мероприятии. А какое это время будет? Это подведение итогов конкурса в 20.30.19 мая в основном здании Вятского художественного музея. Кроме того, вы слышали о том, что у нас был выигран гранд фонда Потанина под названием «Вятка глазами художников». Это экскурсия по маршруту. Вот мы сейчас проходим согласование арт-объектов и эти арт-объекты к 18 мая будут уже установлены. А 19 мая пройдет первая экскурсия в рамках выигранного гранта. И там очень интересно, можно будет увидеть произведения вятских художников на улицах нашего города. К нам приедут представители фонда Потанина и вынесут уже свое решение по этому проекту. Пока еще рано говорит, где именно они будут установлены. Уже согласованы места. Согласованы. Художники, которые в этом поучаствовали вятские. А художники – это работы из фондов музея. Да. И поэтому это художники известные российские художники. Это художники Вятского регионального отделения Союза художников России. То есть это работы все-таки из фондов музея. Из фондов. То есть они не специально делались к этому проекту? Нет, они делались. Мы просто отбирали их специально к этому проекту, когда прописывали проект. А так произведения вот именно из фондов музея. И наведя гаджет, вы можете увидеть до 10, до где-то, может быть, 12-13 произведений, которые находятся в коллекции нашего художественного музея. Все это мы осуществляем с нашим университетом. Вятским университетом. И вот такое очень интересное решение я считаю этого проекта. Вот первая экскурсия стартует как раз в рамках акции «Ночь музеев-2018». А во сколько начнется это все? Это начнется в 17.30 и до 20 часов мы думаем, что по маршруту все пройдут. И это от музея старт, да? От музея старт, от музея, от Вятского художественного музея, потому что одна из первых точек это особня Крепина в произведениях вятских художников. Ну, непосредственно о театральной площади, да? О театральной площади и закончится у филиала нашего музея, дом музея Хохрякова. То есть вот такая вот крупномасштабная экскурсия. И одна из интересных точек это точка у Вятской филармонии, где мы будем рассказывать о соборе Александра Невского, построенном по проекту Александра Лаврентьевича Витберга. И вот, то есть тот объект, которого уже нет. Все остальные объекты существуют, а вот этого объекта нет. Но его можно будет увидеть в году. Увидеть, да. И из коллекции произведений, которые хранятся в нашем художественном музее. Нам пора сделать небольшую паузу. Анна Шакина у нас в гостях, директора Вятского художественного музея имени Васнецовых. И тема нашей беседы «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая в Вятском художественном музее. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим. Итак, продолжаем освещать ночь музеев в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых. Анна Владимировна, ждем следующий план. Мне бы хотелось рассказать непосредственно по тематике шедевра и запасников. Дело в том, что лишь небольшая часть нашей коллекции, а наша коллекция более 23 тысяч произведений, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства сейчас находится в экспозиции. Поэтому мы в рамках акции «Ночь музеев 2018» будем показывать различные произведения, которые хранятся в наших запасниках. Что это за произведения? Это будут произведения. Мы вводим в экспозицию накануне «Ночи музеев» произведения графического искусства. Графика обладает таким свойством, я думаю, многие наши зрители знают, что мы по условиям можем графические листы вводить в экспозицию всего где-то на три месяца. Потому что бумага очень хрупкий материал, она выцветает, выгорает. И поэтому к произведениям, которые выполнены на бумаге, надо относиться очень бережно и осторожно. Вот мы вводим в зал конца 19-го, начала 20-го века ряд графических произведений, которые придут к нам из реставрации в этом году. И мы будем показывать их, будем рассказывать. Это произведения Сомова Александра Николаевича, Бенуа, Рериха. Вот об этих произведениях пойдет речь на встречах в рамках выставки, шедевры в рамках выставки и постоянной экспозиции. Как давно они не показывались? Ну, многие листы не показывали, может быть, лет 20. Но дело в том, что если они... Целое поколение выросло. Были на реставрации, мы, во-первых, не могли их показывать в силу сохранности. А после реставрации мы имеем возможность их показать. Ну, и еще в 2017 году у нас был снят документальный фильм о Сергея Лобовикове на основе наших произведений. Это питерский режиссер. И в лекционном зале с 19.30 до 20.30 мы осуществим премьерный показ документального фильма Сергея Лобовиков. Будет небольшая презентация об этом фотографии. То есть это будет конкретно премьера этого фильма, да? Нам вот буквально где-то неделю назад пришел диск по договору, нам его предоставили, и мы вот делаем... То есть это будет впервые, это будет презентация. Этого никто не видел у нас в городе. Это самая настоящая премьера. Самая настоящая премьера. Приходите, будет интересно. Но и кроме того, мы будем показывать также в лекционном зале, чтобы нам большему количеству зрителей показать шедевры и запасников, мы сделаем некий слайд-фильм и будем рассказывать о шедеврах из наших различных коллекций. То есть можно будет посмотреть, потрогать не обещаю, вот, а посмотреть можно будет с 20-30 до 21 шедевры из запасников музея из различных коллекций. Я хочу сказать о том, что каждая выставка, которая проходит в залах наших музеев, в принципе, диктует условия проведения акций «Ночь музеев». Вот, в частности, выставочный зал. У нас там проходят такие выставки молодежные, может быть, выставки из других городов, в частности, выставка Никаса Сафрунова, которая сейчас проходит. Сегодня мы открываем выставку «1001 кимоно» из частной коллекции «16.30» состоится встреча с коллекционером. Пожалуйста, приходите, я думаю, это будет интересно. Так вот, в рамках этой выставки... Карла Литмита, 71, напоминаю. В рамках этой выставки мы проводим также и мастер-классы на музейной ночи. Это будет мастер-класс «Роспись по веру», изготовление... Японская тематика. воздушного змея, аппликация японской куклы и вот различные техники оригами будут использоваться. Это в выставочном зале в ночь музеев. Да, в выставочном зале в ночь музеев. В доме музея Хохрякова у нас прослеживается такая историко-краеведческая тематика. То есть каждый филиал у нас определенной направленности. У каждого филиала есть своя аудитория. Так вот, в музее Хохрякова у нас будет подведение итогов экспромт-выставки «Усадебные шедевры». Музейный мастер-класс «Родословное дерево. Истории семейных родословных». Этот мастер-класс у нас набирает популярность. Он очень интересен как детям, так и взрослым. И там же пройдут игры на усадьбе. Вест-игра по музею творческая мастерская. Ну и... Это для детей тоже всё. Это для детей. Дело в том, что аудитория, которая приходит, как показывает анализ в музее Хохрякова, это аудитория семейная. Поэтому там и дети, и взрослые. То есть, такое совместное творчество. Там всё-таки у нас больше пользуются популярностью семейные вечера, семейные посещения. То есть, родители не стоят в сторонке, они тоже задействованы? Нет, они задействованы, им это тоже интересно. Потом туда ходят такие детишки, которые привлекают своих родителей к совместным занятиям. Поэтому вот так у нас будут проходить встречи в рамках акции «Ночь музея» в 2018. Ну и мы планируем также провести встречу с интересным человеком, такую акцию в лекционном зале. Это уже непосредственно «Карло Маркса-70» в основном здании Вятского художественного музея. Вообще встреча с интересным человеком, на мой взгляд, это очень интересный путь общения со зрителем и привлечения его. Такие встречи у нас проходят в библиотеке Герцена. Мы всё-таки привлекаем на встречу с интересным человеком людей, которые непосредственно связаны с изобразительным искусством. Это художники, это искусствоведы, это люди, которые каким-то образом коллекционируют произведения искусства, это частные коллекционеры. И вот сейчас мы как раз ведём такие переговоры с интересным человеком, встреча с которым пройдёт в рамках 19-го числа. Да. Мы пока ещё не можем говорить, кто окажется этим интересным. Да, я думаю, что это будет даже не один человек. Пока мы, да, пока ведём переговоры. Так, я предлагаю уже привлекать наших слушателей 211-101. В переговоры. Сейчас мы озвучим те призы, которые сегодня разыгрываем и начнём, собственно, задавать вопросы. Поехали, давайте. Драматический театр. Естественно, билеты в драматический театр. Это у нас 17-го мая в 6 часов премьера «Семейка Краузе» «Народная комиссия» в двух действиях 16+. Ну и 16-го июня, подчёркиваю, июня в 5 часов в 18.25 запрещённый роман «Приключенческо-романтическая история» в двух действиях 12+. Точно так же 12+, возрастное ограничение у премьеры спектакля «Я вернусь». Это театр «Нас с Паской». 8 мая в 16 часов вы можете попасть на эту постановку. Также у нас сегодня есть в розыгрыше два билета на любой фильм и любой сеанс в кинотеатре «Дружба». И есть ещё «Галерея Прогресса». Билеты на выставку коллекции искусства «Галереи Прогресса». Лучшие за 8 лет существования дальнего заведения 6+. У нас, как всегда, есть книги от магазина «Читай город». Эти книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преврозенского, 65 торговый центр театра или Ленина, 103А торговый центр Крым. А книги такие. Значит, Сергей Шаргунов. Лауреат премии «Большая книга». «Свои книга» называется. Это сборник повестей и рассказов 16+. Билл Брайсон. Вот эту книжку тоже держу сейчас в руках. Я люблю очень энциклопедию. Очень люблю энциклопедию. Я забрал её. Краткая история почти всего на свете называется. Увлекательная, яркая, доступная. Ты вот, я говорю слова, а ты гиваешь, что так оно и есть. Наглядная экскурсия по научным открытиям и достижениям. 12+. И ещё одна книжка. Да, Ренат Валиулин. «Состояние-Питер». В книге «Много любви» о лицетворении питерских достопримечательностей и описании мужского и женского мировоззрения. 16+. Любителям музыки мы сегодня можем подарить билеты на пригласительные, вернее, на 5 МАЭ. Завтра в 8 часов там будет программа под названием «Полуночный джаз». «Миднайт джаз». «Миднайт джаз». 5 МАЭ, 20.00. В честь прошедшего международного дня джаза. Московские и кировские музыканты подготовили новую программу из нестареющей классики джаза в честь прошедшего как раз-таки международного дня джаза 18+. Для взрослых девочек и мальчев. И совершенно уникальные просто вот призы у нас ещё, которые принесла наша гость Анна Владимировна. Это наборы открыток. Это совершенно вот вещь такая. Вот я думаю, что... Нигде нельзя достать пока. Нигде. Достать. Это просто уникальная совершенно вещь. Эксклюзивная. Это два набора открыток. Очень таких серьёзно изданных. Красиво. Жалко, что всё-таки это не телевидение, да? Потому что это надо видеть. Набор открыток «Коллекция музея». И набор открыток «Большая картина». Это, видимо, работа с выставки «Большая картина», да? Которая не так давно собственно проходила, да. Ну что ж. Просто чудо. Удачи вам. 211-101. Ждём ваших ответов. Ну а сейчас вопрос Анна Владимировна нашим слушателям. Скажите, пожалуйста, какой юбилей, небольшой юбилей отмечает в этом году один из филиалов нашего художественного музея? То есть нужно назвать филиал? И нужно назвать дату. Филиалов у нас не так и много, поэтому... Да, да. То есть это да. Это у Кровеческого музея тьма филиалов. У вас поменьше. Ну как тьма? На пальцах двух рук можно пересчитать. А сегодня все филиалы мы как бы перечислили в программе как-то внимательно. Так можно подумать. Что за юбилей? 211-101. Ждём ваших звонков. У нас много призов. Мы хотим очень, чтобы вам было приятно провести время либо сходить, либо книжку почитать, либо как-то ещё с помощью наших призов. Вспоминайте. Можете подсказывать. Можете искать подсказки, видимо. Вернее, можете спрашивать у тех, кто сейчас рядом находится с вами. Пожалуйста. Есть звонки? Нет пока у нас звонков. Нет пока. Да. У нас скоро реклама будет, так что торопитесь, торопитесь. У вас сейчас будет... Ну, с другой стороны, пока будет реклама, люди как раз успеют подумать. Ой, кто-то хочет самый большой выбор. Кто-то хочет приз получить. Кто-то хочет получить приз. Как вас зовут? Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина. Галина. Ага. Мы слушаем ваш ответ. Ну, я так понимаю, что юбилей музея Салтикова-Щедрина, филиал, по-моему, юбилей его пребывания на Вятке. Галина, вы правильно сказали по музею Салтикова-Щедрина. Самопознанием, да. Но это не филиал Вятского художественного музея. Это как раз филиал Вятского краеведческого музея. А это разные музеи. Жалко. Жалко. Нам тоже жалко. Ну, что делать? За попытку спасибо. Хорошо. Нет, мы обычно вторую попытку даем. Галина, если вы сейчас сообразите... Галин, второй ответ дарите. Нет, я уже спугнул автора. Анна Владимировна, придется, наверное, филиалы перечислить. Перечислить филиалы? Да. Ждем следующего звонка 211-101. Напомню. У нас два филиала. Это музей-усадьба Врябово и дом-музей Николая Николаевича Хохрякова. Вот так вот. Николай Николаевич Хохряков. Соответственно, это адрес переулок Копанский. Копанский. Да, это перекресток улицы Володарского. Да, все правильно. И Володарского, и вот этого переулка. И Герцена. Есть звоночек. Алло. Алло, вы в эфире? Алло, добрый день. Добрый. Как вас зовут? Сделайте радиоприемник чуть потише. У вас плохо слышно. Нет. Говорят громче. Говорить надо. Говорите громче. Как вас зовут и ваш ответ? Ирина, музей Хохрякова. Все правильно. А какой юбилей? Сколько лет? Хохрякова. Ну, ну, ну... Да вы не бойтесь, ответ-то уже правильный. Приз вы получите. Просто подумайте и дайте вариант. Я думаю. Думаю, думаю. Только не затягивайте, пожалуйста, с раздумьями. Так, 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 так. Ну, лет-то, наверное, 70, наверное, 80 есть. Нет, он у нас молодой филиал. Молодой. Молодой? Ну что, какой приз вы хотели бы получить? Так, я сегодня хочу книгу. Какую? Книгу. Шаргунов. Шаргунов. Сергей Шаргунов, да, прекрасный совершенно. Автор книга ваша. Все, пожалуйста. Николай Трубочку. Редактор объяснит вам, как ее получить. Пожалуйста, да. Реклама небольшая. Пора нам на нее прерваться. Скоро продолжим. Рекламно-информационная программа. Культ поход. О ночи музеев мы сегодня подробно говорим. Ночь музеев в Вятском художественном музее. 19 числа будет это мероприятие. Стартует в 17.00. В 17.00. Ограничение возрастное 0+. Мастер-классы. А завершится в 23.00. Вы правильно запомнили? Да. Да, все это в честь Международного дня музеев, который отмечается накануне, 18 мая. Так, Анна Владимировна, директор Вятского художественного музея в Невоснецовых, озвучила свой вопрос. И мы продолжаем играть. И очередь Николая Голикова. Музыку сейчас будем слушать. Да, музыку, конечно, будет. Но у меня такие две любви. Я еще очень рейтинги всякие люблю. Кто там самый лучший, кто там самый худший. Мы все обычно говорим про рейтинги. 500 самых лучших, 100 самых лучших. Сегодня я буду говорить про рейтинг самых худших. Есть и такой? Да. Анти-рейтинг. Да. Музей славы рок-н-ролла, так сказать, он решил провести. Вот у них там 214, по-моему, уже там групп всяких в этом музее славы представлены. Где он находится, напомните? Он находится в городе Кливленде, штата Гайя, в Соединенных Штатах Америки. Да. И вот они решили посмотреть, а все лучшее, лучшее, кто же самый худший. Вот они провели такой опрос, и оказалось, что самой худшей группой всех времен и народов, и вот из коллекции этого музея, вот группа, которая сейчас прозвучит. Не российская? Нет, не российская. Российская группа там очень слабо представлена, да. Причем, вот знаешь, в упрек этой группе что было поставлено? Что это люди не играют в группе, они играют в фильме о группе, как будто бы. Да, что весь их там бунтарский дух, это все там наиграно, все это некрасиво. И на самом деле, они представили, что за столько лет даже ни одного такого мирового хита не сделали. Я попрошу фрагмент, а вы угадайте, что это за группа. Вот никогда бы не подумал, что она окажется самой худшей по этому опросу. Хотя согласись, вот эти вот претензии, которые им высказаны, и вполне справедливы. Алло, добрый день. Добрый день. Что это звучало? Кто это такие люди были? Кто они пели нам? Кто это были? Алло. А вариантов нет? Варианты могу предложить, могу предложить, если у вас еще угадание. Это такая группа вот 80-х годов. Вот три варианта. Это Мотли Крю, это Скидрова или это Бонжови? Бонжови. Вот, строго подсказок все-таки человеку. Да, совершенно верно. А вас как зовут? Напомните, Олег вас зовут, да? Меня зовут Олег. Да, Олег. Да, Олег. Ну что ж. Бонжови. Поздравляю, вы угадали, да, вот. Казалось бы, да, вроде бы на слуху, и вроде люди любят, но профессионалы не оценили. Там все, да, там все на слуху, но вот они профессионально считают, что это группа ДУТЭ. Ну что ж, вы хотите получить за ваш правильный ответ? Если можно книжку. Какую? Так. У нас осталось Билл Брайсон, «Краткая история всего на свете». Да, да, прекрасная книга Владимира. Билл Брайсон, да? «Краткая история почти всего на свете». Да, очень, очень неплохой выбор. Так, с меня задание, да, я сегодня без вопросов, ну, помятую о том, что близится 73-я годовщина Великой Победы. Я, насколько помню, как и в прошлом году, примерно в эти числа у нас был культпоход. Я сегодня хочу снова попросить вас, уважаемые слушатели, вспомнить какую-нибудь замечательную песню. Или стихотворение. Или стихотворение военных лет. Мы их знаем всем, мы их поем, мы их любим, слава богу, память живет она, подвиги наших предков. Я надеюсь, что будет жить. Пожалуйста, дозвоните с 211-101, и мы вместе исполним какую-нибудь хорошую душевную композицию, связанную с теми годами. А может быть, бодрую, веселую, маршиообразную, чего же нет. Да. Любую, какую вы вспомните. Ага. Алло, добрый день, мы рады вас приветствовать в прямом эфире. Добрый день. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Наталья. Наталья, поехали, давайте. Смоглянка, Молдаванка, Собирала, Виноград. У всех пропортизанных. Давайте сначала. Как-то утром. Как-то утром. Как-то утром на рассвете заглянув в соседний сад. Там смоглянка, Молдаванка, Собирала, Виноград. Я краснею, я плетнею захотелось вдруг сказать. Станем над рекой у зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Наталья, что же вы получали? Спасибо. Можно еще, но я думаю, что я стою. Замечательную песню, напомнили замечательный фильм. В бой идут одни старики. Выбирайте приз. Ну, в театр можете пойти. Можете зайти в кино. В кино. В дружбу хотите пойти? Наверное, да. У нас другого нет. У нас только дружба. Два билета на любой фильм и любой сервис. Да. Пожалуйста, общайтесь с нашим редактором. Мы продолжаем розыгрыш. Анна Владимировна. Еще один вопрос. Вопрос будет в рамках выставки «Былиные сказки в глине и красках», которая проходит в Мраморном знании Невятского художественного музея. Назовите, пожалуйста, фамилию художника, благодаря которому промысел «Дымковская игрушка» возродился после революции. Октябрьской революции. Октябрьская революция 1917 года. Будем варианты давать? А то у нас времени немало остается. Вернее, немало, а немало остается. Ну, в общем-то, это история известная. Конечно, я думаю, что это фамилия на слуху. Это единственный художник, благодаря которому... А вот наши смекалистые слушатели, уже хотят дать правильный ответ. Добрый день, Алло. Добрый день. Добрый. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Очень хорошо мешает. Как вас зовут и ваш ответ? Сергей, а варианты можно я послушал? Нет, вариантов здесь нет. Вариантов нет. Без вариантов. Тогда еще раз повторите вопрос. Какой художник после Октябрьской революции 1917 года возродил промысел, благодаря которому промысел получил свое второе рождение? Дымковская игрушка. Дымковская игрушка, да. Это был единственный человек, который ходил по домам, мастериц, который делал с ними зарисовки дымковской игрушки, старой дымковской игрушки. У него есть целый ряд рисунков, которые помещены в альбомы. Давайте первую букву фамилии скажем. Первая буква «Д». «Д». Говорит вам «Д». Фамилия художника на букву «Д». Градский художник. Пять секунд, Сергей. Времени больше у нас нет, к сожалению. Нет, я, наверное, не смогу. Хорошо, давайте будем ждать следующего слушателя. 211-101. Линия свободна. Пожалуйста, звоните. Остается у нас ваканса программы 4 минуты. В общем, огромную работу проделал этот художник. Для того, чтобы действительно дымковский промысел жил, развивался, развивается по сей день. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Выдожник Деньшин. Совершенно правильно, Александр. Правильно, вы где-то на ветру стоите, на улице, да? Да-да-да. Немножко прикройтесь, насколько это возможно. Потому что сейчас самое важное, что хотите получить. Набор оттуток. Ой, отлично. А какой из них? Коллекция музея или Большая картина? Оба. Оба? К сожалению, нет. Это очень ценно для нас. Мы единственные... Ну, которые лучше? Которые интереснее? Вы знаете, вопрос, наверное, интересный. Они оба бесценны, можно сказать. Это великолепное издание, оба великолепных издания. Большая картина. Большая картина, она ваша. Николай, трубочка вам объяснят, который приз получит. Вы будете единственным пока, да, из таких... Ну, простите за слово, рядовых жителей города. Которые будут обладать такой уникальной вещью. Николай, следующий вопрос. А вопрос снова из того же рейтинга. Мы самую плохую-то группу назвали с их временами. Там еще есть как бы, ну, предпоследний. Это вообще для меня был удивительный совершенно результат. Потому что в России эта группа безумно популярна. А здесь, знаете, таки назвали самой переоцененной группой 20 века. Жива до сих пор? Они уже не очень живы, понимаешь. И дело в том, что как бы они вспомнили, что когда-то, да, когда-то давно их в Америке знали, а потом их забыли. И если бы у них не скончался лидер, то и про них не вспоминали больше никогда. Попрошу фрагмент композиции включить этой группы. Не узнаешь? Не узнаешь, брата Колю? Не часто панков услышишь в нашем эфире. Это вовсе не панки. Не панки кто они? Да, это вовсе не панки, да. Вот я предлагаю три варианта ответа. Это группа Крим, это группа Квинн или группа Софтмашин. В России это безумно популярная группа. В Америке, казалось, ее считают самой переоцененной. Просто запись 73-го года, ранняя, мало кто ее помнит. 73-го года, о-о-о-о. О, да. У тебя не было, наверное, еще? Я думаю, что нет, не было. 211-101. Кого вы узнали в этих голосах, звуках? Да, вот сейчас будет интересно, на самом деле, группа. Софтмашин, Квинн и... Квинн или Крим. Крим. Ну, так, чтобы для созвучия понятно было. Ждем, торопитесь, пару минут остается до конца. Три варианта всего ответа, ребят, не рискуйте. Напоминаем, что первая попытка, если она неправильна, мы закрываем уши на нее и даем вам вторую попытку. Тем более подсказку я уже дал, что эта группа популярности вернулась после смерти ее лидера. Ну, есть желающие ответить. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Александр. Ваш ответ? Ну, я думаю, это группа Квинн. Конечно, группа Квинн. Голос Фредди Меркурий. Голос Фредди Меркурий ни с чем не спутать ни кого-то. В том-то и дело. Просто это его молодой еще совсем. Голос не такой, как... Усатый. Вы совершенно правильно ответили. Он еще не усатый. Не усатый. Молосатенький еще пока. На девочку похожий. Я, честно говоря, думаю, на фотографии на этом альбоме он похож на женщину, думаю, что у них солистка-женщина. Вот. Ну, ладно. Что вы хотите получить? Можно весь списочек голосить, пожалуйста. Весь списочек, наверное, нет. Так, давайте сначала определимся. Просто много времени на это уйдет. Вы хотите куда-то пойти или книжку почитать? Я бы куда-нибудь сходил. В театр пойдете, в драматический или театр на Спасской? На Спасской. На Спасской, хорошо. Театр на Спасской, 8 мая, премьера. Я вернусь. Это картина, вернее, постановка по письмам военных лет. То есть такая душевная, пронзительная, в честь Дня Победы, соответственно. Пойдете? А есть кино? Ну, кино, к сожалению, уже билеты у нас выиграли. Ну, хорошо, тогда будем... Давайте в театр на Спасской, да? Хорошо, хорошо. Все прекрасно. Не кладите трубочку, вам объяснят, как полусить ваш билет. Ну, еще одно задание от меня, собственно. Давайте еще один звонок, 211-101, и что-нибудь на тематику военных лет. Такое жизнеутверждающее. Вот с буглянкой уже прозвучало, здорово. Жизнеутверждающее, да? Жизнеутверждающее. Можно что-нибудь лирическое. Лирическое. Летят журавли. Да неподсказанно. Снегири. Да много очень. Бьется в тесной печурке огонь. И так далее. 211-101. Ну, вспоминайте, вспоминайте. Давайте уже настраиваться на такой торжественный праздничный лад, потому что главный праздник страны, он не за горами. 211-101. Ну, дозвонитесь в любимую свою композицию. Все мы их прекрасно знаем. Нам уже звукорежиссер показывает, что времени у нас в обрез, а призы у нас еще есть. Ну, пока люди собираются с репертуаром. Давайте еще напомним просто про День музеев, про День музеев, про Ночь музеев. Анну Владимировну, да, еще раз. Ну, мне хочется пригласить всех наших зрителей, любителей искусства, в наши музеи. Я хочу сказать о том, что все музеи государственные будут работать в эту ночь и будут предлагать очень интересные программы, очень много мероприятий, выставок. Это будут и государственные, и даже частные музеи подключаются к этой акции. Поэтому я предлагаю всем выстроить свои выходные 19 мая таким образом, чтобы попутешествовать по музеям, посмотреть коллекции, встретиться с интересными людьми, попробовать себя в различных мастер-классах. Приходите, будет интересно. Спасибо большое, Анна Шакина, директор Вятского художественного музея имени Воснецовых. На этом Культпоход завершен. Я вижу, что там был звонок. Я нашим редакторам говорю, если там редакторы пропоют, наш слушатель, что-нибудь, мы вручим обязательно подарок. Пусть будет где-то за эфиром уже. Спасибо большое. Я, кстати, не прощаюсь. Передача сделана в Вятке через 20 минут. Я говорю, до свидания. До свидания. Культпоход